Мы с вами говорили о помидорах, мы с вами говорили о перцах и баклажанах, земляники. А теперь мы поговорим о картофеле. Как правильно посадить, а главное вырастить экологически чистый и высокий урожай. Мы должны добиться того, что с одного клубня картофеля мы должны получить высокий урожай экологически чистого вкусного картофеля. Так вот, с чего же мы начнем? Как всегда, с земли. В здоровье хозяина, в здоровье его земли. Мы специально сделали макет наших грядок, для того, чтобы вы видели разницу в качестве земли. Это земля, которую мы компостировали в течение всей зимы и готовили. То есть это органическая грядка. Вы посмотрите, какая земля. Это вот тот самый чернозем, о котором говорил Докучаев. Вот в этот чернозем мы посадим один клубень картофеля. А в этой грядке у нас обычная земля из магазина, которую мы купили. Одинаковый объем, но качество этого грунта, да, она рыхлая, да, она более-менее воздушная. Мы не сдабривали ее никакими препаратами. Это так, как делают обычно дачники. Вот такая земля у меня есть, мы в нее и посадили. Вот мы с вами и посмотрим. Мы посадим два одинаковых клубня картофеля одного сорта. Они у нас уже проклюнулись. И посмотрим, как они будут расти. К сожалению, урожай, конечно, мы сможем получить только через 70 дней. Но метод посадки у нас будет одинаковый. На одинаковом объеме грунта мы посадили одинаковые картофелинки. Слегка присыпав землей и замульчируем кокосом. Тем самым влажным кокосом, о котором мы так много всего говорим. Мы замульчируем только то место, где мы его посадили, наш картофель. Далее мы не будем окучивать нашу картошку. Мы будем ее мульчировать. Но мульчировать мы ее будем после того, как она взойдет. Так как мы этот опыт ставим в условиях нашего центра, зеленой травы еще на улице нет. Поэтому нам придется мульчировать офисной бумагой резаной. Это тоже хорошее питание для микрофлоры. Не забывайте, что питание не для картофеля, а именно для микрофлоры. Питание для самой картошки заложено все в земле. И посмотрим, как будут развиваться эти клубни и какой урожай мы получим на этих поверхностях. Сейчас я хочу вам рассказать, как же сделать нашу землю плодородной. Как заложить теплую грядку для того, чтобы выращивать помидоры и перцы, баклажаны в открытом грунте. Потому что для картофеля теплая грядка не нужна. Здесь нужна именно органическая траншея. Вот мы ее вам и показали. Пришло время высадить саженец помидору в грядку. Грядка должна быть теплой, ну или на крайний случай органической. То есть в плодородную, хорошо подготовленную землю. Мы вам уже показали, как мы это делаем. Вот наш саженец, который мы вы с вами вырастили. Вот та самая тонкость высадки растения в грунт на дачном участке. Мы выкапываем с вами место для посадки в 2-3 раза больше, чем наш посадочный горшок. Заранее мы полили наше с вами растение. Вот мы легко вынули саженец из горшка. Обратите внимание, какое количество корней в нем. Белые, красивые корни. Ставим посередине. Засыпаем его так, как оно росло в горшке, уплотняя в грунт. Поливаем по поверхности грунта с добавлением препаратов сияния. Эмульчируем кокосом немного, буквально просто присыпая углубление, чтобы сохранить влагу для нашего помидора. Все. В течение двух недель мы постепенно будем досыпать грунт нашему питомцу. Фактически за две недели мы должны будем засыпать наш помидор вот до этих пор. И через неделю, буквально после того, как мы закончим нашу подсыпку, у нас начнут завязываться плоды. То есть эта тонкость в том, что корни, которые мы опустили в землю, должны сначала прижиться в этой земле. И только потом должно пойти в рост само растение. Если вы засыпите сразу до края грядки ваше растение, в этом зоне не будет образовываться еще корней. А нижние корни, ради которых мы выращивали это растение в домашних условиях 60 дней, они просто-напросто отомрут. И растение остановится в росте на 2-3 недели. А мы используем эти 2-3 недели для усиления корневой системы. Они врастут в землю, начнут питаться этой плодородной почвой. И в течение 2-3 недель мы засыпем. И на верхних побегах у нас уже будут цветы и плоды. Вот наш помидор. Он будет нарасти и в течение всего сезона давать нам урожай. Расти, дорогой! И радуй нас! За зиму одна семья выкидывает более 500 кг пищевых отходов. А из этого можно сделать прекрасный грунт для рассады и комнатных цветов. Вот давайте посмотрим, как же мы это можем сделать. Все, что мы не доели, ну, без костей, естественно, без полиэтилена и так далее. То есть все органические остатки мы можем сложить в специальное ведро для компостирования. Можем использовать вот такие пакеты. Пересыпая микробиологическими препаратами, ускорителями компостирования. Вот мы посыпали, добавили сюда недоетые овощи или, может быть, они немножко подпортились. Лучше всего это, естественно, измельчить. Если отходы ваши сухие, естественно, это нужно сбрызнуть водой. Если есть какое-то количество земли, вы привезли из дачи, можно также немножко подсыпать. Это очень хорошо. Также для компостирования можно использовать резаную бумагу. Также каждые несколько слоев мы посыпаем препаратом. Если у вас сухие пищевые отходы или отходы вообще, мы их, соответственно, сдабриваемся водой, смачиваем для того, чтобы препарат наш активизировался. Очень часто задают вопрос, можно ли для компостирования использовать газеты. Можно и нужно. Никакого свинца в газетах сейчас нет. Сейчас другие краски можно использовать и целиком, но это будет долго. Мы воспользуемся офисным измельчителем. И вот такую стружку мы с вами получаем. Соответственно, все это мы тоже отправляем в наш компостер и смачивая водой. Таким же образом создается и теплая грядка на огороде. Мы используем все остатки, которые у нас есть. Корни растений, бумага, картон, пищевые отходы. Все, что относится к органическому происхождению. И плотно завязываем. И убираем в теплое место. То есть, если мы это делаем в домашних условиях. Через 3-4 недели это фактически превратится в настоящий компост. Если вы решите завести червяков, вы эту еду можете отдать червякам. И тогда на выходе вы будете иметь первоклассный биогумус, который используете и на огороде, и в домашнем озеленении. Так что советую вам заняться полезным делом. Несколько недель назад мы уже сделали такую процедуру. И вот что у нас получилось. За 3 месяца, а не за 3 года, наш компост готов. Это с помощью червячков. То есть, недозревший компост мы скормили калифорнийским червям и старателям. Старатель – это червяк, скрещенный с калифорнийцем. Владимирский червяк. Старатель его зовут. И вот такой на выходе они нам дали отличный чернозем. И уже в этот чернозем, в эту прекрасную биоземлю мы сажаем наше растение. Надеемся, что этот опыт вам тоже пригодится. Продолжение следует... Продолжение следует...